Есть у меня 24-70, к которому я бы хотел сейчас сделать коррекцию передней линзы. Давайте посмотрим. Вы меня просили показать, как это делается. Снимаем сейчас светофильтры, снимаем все, что тут есть. Оставляем только вот эту часть. И давайте снимем переднюю накладку. 6 винтов и снять нужно только те, которые держат верхнее уплотнительное кольцо. Отличаются они тем, что посадочные места уплотнительного кольца вот такие. То есть кольцо напрямую фиксируется к корпусу, а те, которые крепятся к линзе, сами видите, находятся в нишах. Итак, теперь что нужно сделать? Теперь нам нужна таблица. Ставим свет. Все, свет заполняет поле. Фокусироваться будем по центральной точке. И настраивать будем резкость вот этого слова с расстояния 3 метров на 70. Здесь у нас есть углы. Видите, вот эти вот части. Это мы смотрим уже, когда у нас здесь резкости. И вот эту вот часть нам нужно будет настраивать. Но главное начать вот с центрального поля. Для этого необходимо поставить штатив, получается, параллельно вот этой поверхности, чтобы, получается, матрица была параллельной вот этой поверхности и равно удалена до нее. То есть по факту нам нужно на 3 метрах в целом интересует вот именно вот эта точка. Там уже боковые части не сильно играют роль. А вот центральная влияет. Дальше. После того, как мы все это выставим, нам сделать надо контрольный кадр. На штативе в середине. Параллельно штатива у нас параллельно столу, на котором находится картинка. Ну, прикреплена к стене. Соответственно, картинка у нас с фотоаппарата должна быть по середине. Включаем. Вот она посередине. Делаем контрольный тестовый снимок. И получаем результат. Причин, почему я не записываю этот процесс, это, во-первых, он скучный, заурядный. И, во-вторых, его снимать неудобно, потому что двумя руками я делаю настройку объектива. Сейчас я ослабляю три винта. Раз, два, три. Все эти три винта отвечают за позиционирование. Видите, линзы как ходят. Вот, относительно точки центральной, если смещается линза в плоскости, то резкость у нас то увеличивается, то уменьшается, вылезает аберрация и прочее. Здесь у нас находятся эксцентрики. Как видите, здесь объектив еще ни разу не настраивался. И линза, и пленочка это на месте. Как правило, ее удаляют полностью. И она потом на месте не остается, если вскрывали объектив. Теперь, я ставлю объектив и включаю Live View. Приближаю по максимуму и смотрю на резкое значение. Покажу примерно, как это выглядит. Мы сфокусировались на объекте. Мы сфокусировались на объекте. Если я буду трогать линзу, то у меня будет двигаться картинка. Видите? И расплываться. От того, как она находится в пространстве относительно задней линзы, от этого зависит сильная резкость. Поэтому мне необходимо сначала ее выставить правильно, а после закрепить и двигать относительно каждого винта. Смотрим на экран монитора. Сейчас я максимально приблизил. Сейчас смотрим с компьютера. Файлы CR2. И этот файл, вот у нас первый был, вот такой, видите? Он немножко мутненький. И судя по тому, как я выставлял и снимал это с одной руки, все это немножко неправильно. В плане, да, да, вот оно. Здесь в плоскость все ровно, видите, посы. Вот. А это вот до немножко кривовато. Ну, тут самое важное сейчас. Видно, что резкость до и после изменилась. Видно, что здесь стало намного резче, чем было. Вот. Это у нас максимально приближенное расстояние. Плюс это еще кроп. Видно, что детализация сразу выросла. Вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...